Здравствуйте друзья! Мы приветствуем всех зрителей нашего канала. Сегодня я хотел бы поделиться с вами тем что говорит Библия по вопросу о власти, о нашем отношении к лидерам государства, к правителям. Вы наверное обратили внимание на то, что в последнее время многие люди стали как-то уж чрезмерно активно критиковать руководителей своих государств, свое правительство, президентов, премьер-министров, депутатов. Вы скажете, и как же можно не критиковать руководителей, если в стране такая тяжелая обстановка? Разумеется критика в адрес руководителей государства, в адрес правительства в той или иной форме существовала во все времена, но в последнее время она возросла во много раз. На это есть свои причины. По различным причинам многие в наше время призывают к смене правительств, к досрочным выборам, к тому что бы отправить руководителей своего государства в отставку. Некоторые идут еще дальше по этим вопросам и призывают к восстанию, даже к революции, к свержению власти. Еще совсем недавно эти же самые люди призывали идти и голосовать за того или за иного кандидата во власть. Но спустя всего лишь несколько месяцев, может быть лет, эти же самые люди активно призывают к смене власти. Что вообще происходит? Что говорит Библия по всем этим вопросам? Почему тот или иной правитель получает однажды свое кресло, свой престол и начинает управлять своей страной и своим народом? Происходит ли это по воле случая, потому что этому человеку просто повезло больше чем другим или всеми этими процессами управляет Бог? Такие люди как Навуходоносор, Сталин, Ленин, Гитлер, Наполеон. Получают ли они власть по причине случайно сложившихся благоприятных условий и обстоятельств? Или Бог все таки держит руку на пульсе всего происходящего и управляет всеми событиями? Для ответа на этот вопрос и многие другие вопросы давайте мы начнем с того что вспомним то что происходило в израильском народе во времена правления царя Саула. Библия так повествует об одном случае который тогда произошел. «И сказал царь Доику, царь имеется ввиду царь Саул, Доик был одним из его приближенных. И сказал царь Доику, ступай ты и умертви священников. И пошел Доик и Думеянин, и напал на священников, и умертвил в тот день восемьдесят пять мужей, носивших льнанои фод. И Номву город священников поразил мечом, и мужчин, и женщины, и юноши, и младенцев, и валов, и ослов, и овец поразил мечом. Когда такое происходит в любой стране, это обычно ввергает все общество в шок. Как может руководитель государства давать указания какому-либо человеку убивать других людей, да еще не простых людей, а священников Господних. И тогда же были убиты не только священники, но как мы только что прочитали, были убиты и мужчины, и женщины, и юноши, и даже младенцы, и животные, и валы, и ослы, и овцы, все произошедшее тогда ввергло израильский народ в глубокую скорбь. Кто был виновен во всем этом? Только ли на царе Сауле лежала ответственность тогда за это преступление? Знаете, Библия тем и хороша, что мы можем с вами перелеснуть несколько страниц назад и посмотреть что предшествовало всем этим событиям. Как вообще царь Саул стал царем? И вот отправная точка. Библия говорит о том, что предшествовало воцарению Саула. Давайте прочтем и это. Здесь написано. «И собрались все старейшины Израиля, и пришли к Самуилу в Раму, и сказали ему, вот ты состарился, а сыновья твои не ходят путями твоими, и так поставим над нами царя, чтобы он судил нас, как у прочих народов.» Обратите внимание. Как у прочих народов. «И не понравилось слово сие Самуилу, когда они сказали, дай нам царя, чтобы он судил нас, и молился Самуил Господу. И сказал Господь Самуилу, послушай голоса народа во всем, что они говорят тебе.» Вы услышали это? Что Господь сказал Самуилу? «Послушай голоса народа во всем, что они говорят тебе.» Кто пришел к Самуилу и кто просил поставить над ними царя? Старейшины пришли, верно? «Но старейшины передали Самуилу чью просьбу?» Они передали Самуилу просьбу народа. Это была просьба и это было желание народа. Большинство израильского народа, не все, но большинство израильского народа захотели, чтобы им правил царь, как это происходит у других языческих народов, как это происходило у других народов. И дальше Бог говорит Самуилу «Ибо не тебя они отвергли, но отвергли меня, чтобы я не царствовал над ними, как они поступали с того дня, в который я вывел их из Египта и до сего дня, оставляли меня и служили иным богам, так поступают они с тобой.» Вот каким образом Саул пришел к власти. Так кто же поставил Саула на это место, чтобы он исполнял обязанности израильского царя? Его на эту должность поставил Бог. Но Саул не был правителем по воле Божьей. Но по чьей воле? По воле народа. Бог сделал так, как они просили. Из этого повествования мы можем сделать несколько очень интересных выводов. Первый вывод. Бог поставляет всех царей и всех правителей в этом мире. Пророк Даниил так говорит о том, что делает Бог. Мы читаем во второй главе книги Даниила. «Он изменяет времена и лета, низлагает царей и поставляет царей.» Вы видите? Бог поставляет царей, но не всегда Бог поставляет правителей по Своей воле, но зачастую потому что так хочет тот или иной народ. Второй вывод. Скажите, можем ли мы назвать царя Саула тоталитарным правителем или деспотом? Да, можем. Вы обратили внимание как этот деспот пришел к власти? Его поставил Бог, но по чьей просьбе это было сделано? По просьбе народа. Вот точно так или примерно так к власти приходят все кровавые диктаторы сколько их было в истории. И еще один вывод который мы можем с вами сделать. Любой правитель, любой диктатор не только выбирается народом, но он есть отражение характера народа. Вы можете взять к примеру любого правителя древности или правителя в современном мире. Вы поймете что этот правитель является только отражением характера того народа которым он управляет. Например царь Науходоносор был очень жестоким правителем Вавилона. Мы можем это увидеть из его поступков. Помните как он однажды приказал бросить в раскаленную печь друзей Даниила когда они отказались поклониться Истукану? Что этот поступок говорит о характере Науходоносора? Был ли он жестоким и кровожадным правителем который не терпел ни малейшего сопротивления его воле? Да был, но как я уже сказал Науходоносор был только отражением характера своего народа. Вот что говорит Библия о халдеях. Халдеи это народ это жители Вавилона. Бог говорит через пророка Аввакума. Ибо вот я подниму халдеев. А теперь слушайте внимательно характеристика этого народа. Народ жестокий и необузданный который ходит по широтам земли чтобы завладеть не принадлежащими ему селениями. Обратите внимание каким народом были халдеи. Они были народом жестоким и необузданным и таким же был их правитель Науходоносор. Характер царя Науходоносора полностью соответствовал характеру того народа над которым он правил. Друзья как это было в прошлом так это происходит и в наше время. В наши дни мы часто слышим как люди жалуются на своих правителей. Он нас обворовал говорят многие. Он сделал так что нам не платят зарплату. Он сделал так что нам не платят пенсии. Друзья я предлагаю вам заглянуть в вашу личную жизнь. Ваш правитель, ваш президент, ваш царь или ваш премьер-министр является только лишь отражением характера большинства народа. Не всего народа но большинства народа. С той лишь разницей что народ ворует килограммами, а правитель ворует тоннами и вагонами. И когда народ выбирает такого правителя, этот правитель ведет такую политику и принимает такие законы которые приводят к тому что народ пожинает то что он однажды посеял. Давайте прочтем еще одно место из Библии по этому вопросу. На этот раз из книги пророка Исаии. Здесь сказано «Вот Господь, Господь Саваоф отнимет у Иерусалима и у Иуды посох и трость, всякое подкрепление хлебом и всякое подкрепление водою» и дальше перечисление всех тех людей которых Бог отнимет от Иерусалима и от Иуды. «Храброго вождя и воина, судью и пророка и прозорливца и старца, пятидесятника и вельможу и советника, и мудрого художника и искусного в слове» То есть Бог в этих стихах Библии обещает что Он отнимет от Иерусалима за их беззаконие, Бог отнимет от Иерусалима людей мудрых, людей знающих как правильно решать государственные дела. И кого Бог даст взамен? Давайте прочитаем дальше. «И Бог говорит, и дам им отроков в начальники, и дети будут господствовать над ними» А что это означает что Бог даст отроков в начальники и дети будут господствовать над этим народом? Разумеется здесь речь не идет о буквальных подростках отроках и о буквальных детях. Никто никогда не назначает детей на руководящие должности в государстве. Так о чем Бог здесь говорит? Люди, которые будут править отступившим народом по своему разуму и по своим способностям принимать важные государственные решения будут похожи на подростков и на детей. Они могут быть вполне взрослыми по возрасту людьми или даже пожилыми людьми, но они будут принимать такие законы и такие решения которые приведут этот народ к полному краху и полному упадку. Скажите много ли дети смысят в государственных делах? Нет они вообще ничего в этом не понимают. Так вот Бог говорит я вам дам таких руководителей, таких президентов и таких премьер министров и таких депутатов которые ничего не смысят в том что они будут делать. И каковы будут последствия всего этого? Вот что говорит Бог через пророка Иеремию. «И попустил им учреждения недобрые». Я допустил им учреждения недобрые. Я допустил что бы они принимали неправильные решения. Что бы они принимали неправильные законы. «Я попустил им учреждения недобрые и постановления от которых они не могли бы быть живы.» Вы понимаете что происходит? И так народ выбирает правителей и эти правители так ведут дела что народ который их избрал понимает что они идут совершенно не в ту сторону. Бог во многих странах допускает приход во власть тех людей, которые по своим способностям принимать государственные решения похожи на детей. Этим детям по уму абсолютно безразлично, как живут их подопечные, которые их однажды выбрали и за них проголосовали. Их больше волнует то, что происходит в их собственной жизни. Что происходит на их банковском счету. Насколько быстро растет их благосостояние. Но кто виноват в итоге в таком положении дел? Виноват сам народ. Характер вашего руководителя всего лишь отражение вашего характера. Вы сами за него проголосовали. Большинство выбрало и поддержало этого человека однажды или группу людей, какую-то партию. Но возможно некоторые скажут, да, но он нас обманул. Он обещал одно перед выборами, а на деле получилось совсем другое. Друзья, вас обманули, потому как вы слышали только то, что вы хотели слышать. Теперь вам понятно, как пришли к власти такие люди, как Гитлер, Сталин и другие правители, которые в результате своего правления погубили многих людей. Они погубили миллионы людей. Как это не страшно звучит, эти люди пришли к власти, потому что в головах у этих народов были те же самые идеи. Эти народы хотели покорить весь мир. Эти народы хотели уничтожить всех несогласных. Эти народы хотели расстрелять тех, кто им противоречит. И Бог устами пророка Осии обращается ко всем тем, которые по глупости своей избирают себе царей. Бог задает им вопрос. Где царь твой теперь? Пусть он спасет тебя во всех городах твоих. Где судьи твои, о которых говорил ты? Дай нам царя и начальников. Я дал тебе царя, говорит Бог, во гневе моем и отнял в негодовании моем. Ну а теперь давайте обсудим то, что происходит в религиозной сфере. Нужно отметить, что эта же формула работает и в религиозном мире. Все происходит по той же самой схеме. Однажды, когда Иисус проповедовал и объяснял всем своим слушателям истины Слова Божьего, то, что Он говорил, противоречило взглядам религиозных вождей того времени, и вот что тогда произошло. Библия говорит, тогда ученики Его, приступив, сказали Ему, сказали Христу, знаешь ли, что фарисеи, услышав слово сие, соблазнились? Он же сказал в ответ, всякое растение, которое не Отец мой Небесный насадил, искоренится. И дальше, послушайте то, что Иисус произносит, здесь очень интересную фразу. Он говорит, оставьте их, они слепые, вожди слепых, а если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму. Итак, какие вожди у духовно слепых людей? Библия говорит, Слово Божье говорит, Иисус это сказал, у духовно слепых людей. В религиозной сфере работает та же самая формула. У духовно слепых людей такие же слепые вожди, как и сам народ. Почему так, спросите вы? Потому что подобное ищет подобное. Это принцип. Таков закон. Подобное выбирает подобное. Так что у духовно слепого народа и вожди какие? Такие же слепые вожди. И какие будут последствия того, что народ изберет себе слепых, религиозных, в данном случае, вождей? Иисус сказал, если слепой ведет слепого, то что происходит? То оба упадут в яму. Что это значит? В физическом мире понятно, что происходит. Если физически слепой человек ведет таких же слепых людей, то они однажды упадут в яму. Но Иисус здесь говорит не только о физически слепых людях, но и о духовно слепых, которые избрали себе таких же слепых руководителей. Если они не опомнятся, то все вместе погибнут. Вот что имел в виду Иисус, когда говорил о том, что они вместе упадут в яму. Мне много раз приходилось наблюдать, как срабатывает этот закон. Какой-нибудь духовно слепой проповедник говорит в своих видео какую-то совершеннейшую глупость. И под этим видео, где он проповедует, такие же слепые почитатели таланты этого проповедника пишут ему хвалебные комментарии. Люди пишут примерно следующее. Спасибо, дорогой брат. Ты нам все так понятно объяснил. Мы раньше этого совершенно не понимали. Пусть благословит тебя Господь за твой труд. Мы будем молиться о тебе, чтобы ты мог и дальше трудиться во славу Божью. Друзья, на самом деле это страшно. Речь идет о жизни вечной. Не о каком-то коротком периоде времени, а о вечности, которую вы можете потерять, если последуете за слепыми вождями. И единственная причина, почему многие члены церкви следуют за слепыми вождями, потому как они сами слепы. Апостол Павел пишет во втором послании к Тимофею о том, что происходило во все времена, и особенно часто мы можем наблюдать это в наше время. Павел пишет, «Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, избирать себе руководителей, избирать себе пастырей, которые льстили бы слуху и от истины отвратят слух и обратятся к басням». И теперь, после всего того, что мы уже услышали, нам будет легче понять то, что происходит сейчас в мире в связи с этой пандемией коронавируса. В последнее время большинство стран мира будут возглавлять люди, которые находятся под контролем сатаны. Не все страны мира, не все страны мира, но большинство стран мира своими руководителями будут иметь вот этих людей, которые находятся под контролем врага. Царь Давид так однажды написал об этом во втором псалме. Он пишет, «Зачем метутся народы, и племена замышляют тщетное? Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника его. Расторгнем узы их и смирнем себя оковы их». И какова же реакция Бога на все их желания, на все их стремления и совместные тайные совещания? Дальше здесь в этом же псалме написано, «Живущий на небесах посмеется, Господь поругается им». Вы видите, Бог смотрит на все эти замыслы человеческие, и какова реакция Божья на все эти тайные их собрания и на все их тайные решения? Живущий на небесах, то есть Господь посмеется, Он поругается им. Библия говорит достаточно ясно о том, что правители народов объединятся в будущем месте и восстанут против Бога и против Его народа. Вы хотите знать, чем окончатся все их тайные замыслы и все их восстание? Давайте прочтем то, что написано в 17 главе книги Откровения. Об этих отступивших правителях и их также отступивших подопечных. Библия говорит следующее. «И десять рогов, которые ты видел, суть десять царей, которые еще не получили царство, но примут власть со зверем, как цари на один час. Они имеют одни мысли, все десять царей, они имеют одни мысли, это отступническая власть, правители стран. Они имеют одни мысли, и что они сделают? Они передадут силу и власть свою зверю». Здесь речь идет о первом звере из 13 главы книги Откровения. И что будет дальше? Здесь дальше написано, «И они будут вести брань с Агнецем, то есть с Иисусом Христом. Они будут вести брань с Агнецем, и Агнец победит их». Видите, наперед уже написано, заранее написано, исход этой войны против Бога. «Агнец победит их, ибо Он есть Господь господствующих и царь царей, и те, которые с Ним суть званые и избранные и верные». Видите, Библия заранее говорит, на чьей стороне будет победа. «Агнец победит их, ибо Он есть Господь господствующих и царь царей». Но, возможно, слушая эту тему, у некоторых из вас появился вопрос. Ну хорошо, отступившее большинство выбирает себе таких же отступивших правителей, а что нам делать верующим людям, которые не согласны с такой политикой? Что можно сделать в этой ситуации, когда решает большинство? И когда Бог учитывает мнение этого отступившего большинства? По причине неверного выбора большинства в стране происходит неразбериха. Если у вас возникают такие вопросы, то первое, что вам нужно понять, что ваше благополучие не зависит от состояния дел в вашей стране. Как бы странно это и не звучало. Я повторю это еще раз. Верующие люди, ваше благополучие, то, что вы едите и то, что вы пьете, не зависит от состояния дел в вашей стране. Ваше благополучие зависит только от ваших отношений с Богом. Бог обещал покрывать все наши нужды. Тот, который однажды кормил израильский народ в течение 40 лет, когда они ходили по пустыне, накормит и нас, несмотря на то, что в вашей стране может происходить полный беспорядок. Тот же самый Бог, который однажды посылал воронов к пророку Илье, и эти вороны приносили Илье пищу, тот же самый Бог сегодня обладает достаточной силой и властью для того, чтобы накормить своих детей в самых неблагоприятных обстоятельствах. Мы служим всесильному Богу. Иисус говорит «Посему, говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи и тела одежды? Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают житницы, и Отец ваш небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, Бог говорит, что не следует волноваться, даже если в вашей стране неблагоприятная обстановка, Бог способен вас обеспечить всем необходимым. Это первое. И второе. Нам нужно понимать, что верующие люди не лишены проблем. Но Бог будет использовать неблагоприятную обстановку в том месте, где вы находитесь, для того, чтобы подготовить ваш характер к вечности. В книге Даниила написано «Многие очистятся, убелятся и переплавлены будут в искушении». Поразмышляйте когда-нибудь над этими словами. Если вы служите Богу, у вас могут возникнуть различные проблемы. Но эти трудные обстоятельства Бог будет использовать для того, чтобы вас очистить, убелить и переплавить, то есть изменить ваш характер. Бог не оставит тех, которые ему доверяют. Он проведет их через окни на искушение, так что их характеры будут полностью изменены. Пусть эти слова будут утешением для тех, которые не понимают, что с ними происходит и почему это с ними происходит. И еще будет важно для нас понять, что Библия категорически против восстаний, против революции и против свержения власти насильственным путем. Почему Библия против этого? Потому что если внизу люди не изменились, если народ в этой стране не изменил свое отношение к Богу и к Его закону, то смена власти насильственным путем ни к чему хорошему не приведет. Вот что пишет Вестница Божья в книге Церковь и Государство. Послушайте внимательно эту цитату, здесь есть много интересной информации. Этот подраздел, который мы прочтем, он коротенький и он называется Секрет национального и личного процветания. И вот что здесь пишет Эллен Вайт. В своем законе Бог изложил такие принципы, в исполнении которых лежит истинное процветание, как народов, так и отдельных лиц. Обращаясь к израильтянам, Моисеев сказал относительно закона. Это мудрость ваша и разум ваш, ибо это не пустое для вас, но это жизнь ваша. А вот теперь послушайте вывод, который Вайт здесь делает. Благословения, обещанные Израилю, предлагаются на тех же условиях всякому народу и каждому человеку, живущему под небом. Итак, мятеж, восстание и революция это не Божий способ для того, чтобы изменить обстановку в стране. Изменения должны произойти в начале сознания простого народа. И затем Бог даст этому народу другого правителя, либо изменит понимание того правителя, который находится у власти в настоящее время. В книге притчей по этому поводу написано «Бойся, сын мой Господа, и царя, с мятежниками не сообщайся». Кто такие мятежники? Это те, которые восстают против власти, против государственной власти. Так что все призывы к смене власти насильственным путем никогда ни к чему хорошему не приводили. Достаточно вспомнить, что происходило в России в начале 20 века после того, как свергли царя. Как вы помните, произошла то, что называется Великая Октябрьская Социалистическая Революция. Можно много спорить по этому поводу, но ответьте на один вопрос. Стало ли после этого легче жить в стране? Вы помните, что тогда пообещали людям? Землю крестьянам и фабрики рабочим. Скажите, получили ли они обещанное? Нет. А что они получили? Они получили войну, они получили голод, еще одну войну, разруху и много-много страданий. И после 70 с лишним лет люди начали осознавать, что стало еще хуже, чем было до этого. Но изменил ли народ этой страны свое отношение к Богу и к его закону? Нет. Демократы, правые, левые, оппозиция, не важно, кто придет к власти, друзья. Совершенно не важно. Процветания нет. Ресурсы в стране есть. Полезные ископаемые есть. Удивительно, но в России есть все. Есть дерево, металлы, нефть, уголь, золото, серебро. Есть в мире множество стран, которые обладают гораздо меньшими ресурсами, чем это есть в России. Но чего нет? Нет благословения Божьего. Но народ, вместо того, чтобы по-настоящему обратиться к Богу, продолжает ругать своих руководителей и призывает к смене правительства. Одно правительство сменить другим правительством. Большинство не хотят изменить свою жизнь. Они хотят изменить обстановку в стране, но свою жизнь они менять не хотят. Многие живут согласно лозунгу. Мы хотим, чтобы у нас все было, и при этом мы хотим жить, как нам хочется. В стране не будет лучше до тех пор, пока внизу не начнутся изменения. Я прочту еще одну цитату. В книге «Воспитание» Эллен Уайт перечисляет некоторые принципы из закона Божьего. Она пишет «Не передвигай межи давней, и на поля сирот не заходи, потому что защитник их силен». Еще один принцип из закона Божьего Эллен Уайт здесь приводит. Она пишет «Кто обижает бедного, чтобы умножить свое богатство, и кто дает богатому, тот обедней, кто роет яму, тот упадет в нее, и кто покатит вверх камень, к тому он воротится». А теперь послушайте, о чем здесь говорит Вестница Божья дальше. «Соблюдая эти принципы, пишет она, любое общество будет процветать, будь оно светское или религиозное, будут сбережены имущество и жизнь». Вы понимаете, чтобы общество процветало, нужно, чтобы соблюдались принципы закона Божьего. Смена власти насильственным путем ни к чему хорошему не приведет. Но люди этого не хотят принимать. Библия говорит о том, что в таких условиях будет происходить с любым народом. Пророк Исаия говорит «И будут они бродить по земле, жестоко угнетенные и голодные, и во время голода что будет происходить? Они будут злиться и хулить кого? То есть ругать кого будут? Они будут ругать царя своего и бога своего». Раз мы уже начали сегодня тему с истории о том, как пришел к власти Саул, то давайте окончим эту тему тем, что рассмотрим, чем же завершилась эта история правления Саула. В начале этой истории старейшины пришли к пророку Самуилу и попросили, чтобы ими правил царь, как у прочих народов. И вот когда они увидели, к чему привело правление этого царя, которого они сами себе избрали, то по прошествию времени они пришли опять к Самуилу и сказали. Давайте прочем то, что они тогда сказали пророку Самуилу. «И сказал весь народ Самуилу, помолись о рабах твоих пред Господом Богом твоим, чтобы не умереть нам, ибо ко всем грехам нашим мы прибавили еще грех, когда просили себе царя». И отвечал Самуил народу, «Не бойтесь, грех этот вам и сделан, но вы не отступаете только от Господа, и служите Господу всем сердцем вашим». С этого момента в стране начали постепенно происходить изменения в лучшую сторону. Бог приемлет именно такой подход. «Придите, признайте свою вину». Видите, они пришли, израильский народ пришел и признал свою вину. Они сказали, мы согрешили. И Бог изменил ситуацию. Но эти условия нужно обязательно выполнить. Народ должен признать свою вину. Если это не будет сделано, то какого правителя вы бы не поставили в такой стране, порядка все равно не будет. И в заключение я хочу прочитать некоторые высказания по этой теме из Духа Пророчества. Эллен Вайт пишет, «Все земные власти находятся под контролем безграничного, самому могущественному государю, самому жестокому притеснителю. Он, то есть Бог, говорит, доселе дойдешь и не перейдешь. Божественная сила постоянно борется против сил зла. Бог всегда работает среди людей, не для их уничтожения, но для их исправления и безопасности. Еще одна цитата. Исследуя летописи истории человечества, на первый взгляд создается впечатление, что процветание народов, возвышение и падение государств совершается по воле и доблести человека. Кажется, что благодаря могуществу человека, его честолюбивым стремлением или по прихоти его совершаются те или иные события. Но в Слове Божьем, где завеса времен отдернута, мы видим, как во всех человеческих стремлениях, могуществе и желаниях, орудия всемогущего, бесшумно и терпеливо исполняют его личную волю. Власть, какой пользуется всякий земной властитель, дается ему небом, и успех его зависит от того, как он использует данные ему возможности. Обращаясь к каждому монарху, Божественный страж говорит, «Я припоясал тебя, хотя ты не знал меня». Слова, сказанные некогда в древности на Вухадоносору, являются уроком для каждого из нас. Искупи грехи твою правдою и беззаконие твои милосердием к бедным. Вот чем может продлиться мир твой. Аминь. «О, если бы и ты, хотя все и твой день, узнал, что служит к миру твоему! Но это сокрыто ныне от глаз твоих, ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами, и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего». Это слова Христа об Иерусалиме, а вернее о людях, которые считали, что владеют истиной. Но слова Спасителя предельно ясны. «Погибнете! Вам нет дела до Сына Божьего!» Почему это произошло? Потому что не были приготовлены, поскольку не узнали время посещения их Богом. Время, которому не придали значения, ели, пили, женились, просто жили. И этого оказалось достаточно, чтобы услышать из уст Спасителя, который пришел спасать приговор. Знаем ли мы, в какое время живем? Придаем ли значение этому времени? Слышим ли голос Спасителя, обращенный лично к нам? Отвечаем ли Ему? Или, быть может, как те иудеи, две тысячи лет назад думаем, что у нас все хорошо, что мы достаточно образованы и вполне мудры, чтобы отличать зло от добра, а истину от заблуждения? Возможно, мы даже посещаем церковь, соблюдаем праздники и стараемся жить честно, насколько это возможно. Если так, то что мы ожидаем услышать от Спасителя, если прямо сегодня Он вернется, как и обещал? Что Он скажет, обозревая уже наш город, как когда-то Иерусалим? «Великая борьба» — это книга, которая раскрывает перед нами грандиозную панораму глобального обмана. Обмана, автором которого является князь зла, а исполнителями те, кому мы привыкли доверять. Обмана, который призван усыпить бдительность людей, чтобы они думали, что знают истину, чтобы верили, что поступают правильно, чтобы надеялись получить спасение за добрые дела и многочисленные обряды. Эта книга, опираясь на исторические факты и библейские пророчества, ясно показывает, что великая духовная борьба, начатая еще на небесах, никогда не прекращалась, и нынешняя самонадеянная религиозность людей, как и тогда, две тысячи лет назад, всего лишь ловушка, цена которой — смерть. Книга «Великая борьба» поможет принять решение стать на сторону истины, узнать все о прошлых временах, верно оценить настоящее и приготовиться к будущему, торжественному времени великого посещения Богом нашего мира. Христос грядет! Ссылки на книгу в текстовом и аудиовариантах можно найти в описании к видео. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok